Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам с нотой бобов тонко. Это такое продолжение, будет, наверное, серия, продолжение серии видео о нотах в ароматах. Вот в этот раз бобы тонко. Бобы тонко я очень люблю в ароматах. Это для меня такое счастье, радость, такое уют, наверное, даже. Какое-то такое согревающее, теплое воспоминание. И вот если бобы тонко в аромате заявлены, если они красиво звучат, в сочетании с ванилью, это вообще прелесть, это то, что я люблю. Здесь у меня в корзине ароматы, которые у меня есть, вот из парфюмерного шкафа достала. И также я написала на маленький список ароматы, которые у меня были, где я помню, как они звучали, что мне нравилось. И ароматы, которых у меня нет, но тоже с красивыми тонко бабами. Начну. Первый, первый аромат, мой самый любимый, тонко 25. Тонко 25 от компании Le Labo. Это их новинка прошлого года. Великолепный, великолепный. Сразу хочу сказать, что вот тонко, если тут написано тонко, это не значит, что тут прям вот только тонко бинз и все, и больше ничего. Это просто, вы знаете, мне кажется, как лидирующая нота в аромате, но ее окружает кучу, куча друзей, куча других нот, которые подчеркивают красоту вот этой вот первой заявленной ноты. Тонко 25. Для меня это, ну, просто какая-то красота во флаконе, красота, радость, такой порыв. Аромат такой немножко противоречивый. Я, когда его первый раз понюхала из флакона, мне показалось, что он дико приторным, дико сладким. Но на коже вот такой парадокс происходит. Он раскрывается даже какой-то свежестью. Может быть, это за счет мускуса, может быть, за счет каких-то фруктовых нот. Я не знаю, что там внутри. Может быть, какая-то белоцветочность есть. Ну, нет. Я вот слышу здесь мед и мускус. Мед, мускус и бобы тонко. Это вот, знаете, сочетание немного несочетаемого, но так красиво сделано. Вообще, компания Лилаба мне нравится именно тем, что они обыгрывают ноты совершенно по-иному. У них на все свой подход, свой взгляд. Я это обожаю, люблю, приветствую вас везде. Не только, конечно же, в ароматах, везде в творчестве, в самовыражении. Вот если это идет через аромат, это вообще, это просто 100% мое. Тонко 25. Первый, первый аромат с ноты бобов тонко, который я вам показываю. Следующий классика жанра. Шалимар парфюм инициал. Это уже снятость, это уже даже, можно сказать, легенда. Всеми любимый. Ну, не всеми, кому-то нравится, кому-то нет. Это, конечно же, ирисовый аромат. Ирисово-пудровый, тонкий, красивый, роскошный. Но во всех ароматах шалимар, ну, практически во всех, я их люблю за базу. Вот база у них вот такая согревающая, какая-то уютная и расслабленная. Если на старте они все такие, ах, вот я шалимар, я заявляю о себе, я такой крутой. Я там, ну, я не знаю, ну, это такое буйство, буйство эмоций, то в базе они расслабляются, ну, как мы все, вы знаете, все, выдохни, выдохни. И вот тут вот происходит то же самое. И вот в этом конкретном аромате, в этом фланкере, в базе я слышу очень красивые ванильные бобы только. Они теплые, они уютные, они все еще пудровые. Но, не знаю, вот этот аромат без этой базы, наверное, не был бы таким вот для меня любимым, потому что он немножко колковатый, колючий, скажем так. Он немножко такой прохладный. И вот мне бы хотелось, да, чтобы была там какая-то теплота, и вот она появляется в базе. Люблю его. Люблю, ну, не знаю, купила бы я его еще раз, если бы увидела где-то на просторах интернета. Наверное, да, если недорого. Serge de Tantz. Unbois vanille. Здесь все зависит от сезона, все зависит от температур. Летом я очень хорошо здесь слышу кокос. Вот, то есть он для меня кокосовый летом, кокосово-ванильный, и бобы тонко появляются где-то уже в базе. Все это дело скрашивают, обогащают и делают еще более как бы блюдо вкусным. Вот здесь для меня бобы тонко именно такие, которые подчеркивают всю гурманику, весь восторг, весь... Ну, вот весь вот этот вот сюжет. Потому что каждый аромат Serge Lutanza – это определенный сюжет, определенная история. Бесподобный. Обожаю. Обожаю. Буа ванил, много поклонников, я знаю. Также у Lutanza бобы тонко содержится в дату Ренуар. Но я ее даже не буду показывать, потому что я их там совершенно не чувствую. Для меня это колючая, хищная тубероза. Немного такая вот отстраненная. Ну, тоже все под настроение. Но бобов тонко я не слышу. Ну, пишите, если вы там их чувствуете. Mademoiselle Piguet. Я его показывала в обзоре на миндальные ароматы. Да. Здесь вот это тот случай, когда в аромате очень чувствуешь все ноты. Вот как бы ты можешь аромат разложить на ноты, и вот их прям вот реально ощущаешь. Здесь апельсиновый цвет на старте. Вот такой вот прям яркий, свежий взрыв. Очень такой сладковатый. Ну, красивущий, красивущий, красивый. А миндаль и бобы тонко уже на финише, в базе все это дело подслащивают. И, ну, опять обогащают, наверное, да. Очень красивый, очень веселый аромат. Такой я его ношу летом, в жару. Мне нравится он именно в жару. Кому-то он кажется очень тяжелым. Мне так не кажется. У нас у всех разные вкусы, поэтому... Для меня это, да, летний аромат, сочный, свежий, сладкий, но не приторный. Такой в меру гурманский, но такой, знаете, не избитый. Если любите апельсиновый цвет, попробуйте апельсиновый цвет. Миндаль, бобы тонко, бело-цветочный здесь присутствует. Красивое, красивое очень сочетание. Если вдруг незнакомое, рекомендую. Так, дальше. Один из самых моих любимых. Фредерик Маль, Фредерик Маль. И Дрис Ваннотен для Фредерика Мали. Здесь, конечно же, прежде всего аромат О Сандали. Но этот аромат был бы не настолько мной любим без его базы. Вот в базе я слышу очень красивые кофейные... Не кофейные, нет. Бобы тонко, которые превращают эту базу в какую-то какао. Какао. Знаете, вот когда вы в этом аромате проходите весь день, и уже вечером приходите домой, и там уже перед сном идете в душ, вот от воды, от горячего пара вы уже начинаете чувствовать вот эту какао-базу. Это удивительно, потому что аромат сам по себе, он терпкий, он такой немного молочный. Очень тут красивый сандал. Но вот именно база, база здесь бомба. Это бомба. Аромат шикарный. Аромат шикарный. Всем рекомендую, если вдруг кто-то незнаком. Фредерик Маль и Дрис Ваноттен для Фредерика Маля. Следующий аромат Коко Нуар от Шанель. В нем также я о нем говорила, когда говорила о ароматах с пачули. Безусловно, пачули и безусловно бобы тонко в базе. У этого аромата шикарная база, шикарный шлейф. Вот именно теплый, бархатистый, припудренный. Такой вот, за которым хочется просто вот водить носом, ловить его постоянно. Вот чем я люблю Нуар, Коко Нуар. Это вот за его шлейф, за его вот эту вот красоту, какую-то породистость и неуловимость. Он хамелеон, он то пропадает, то появляется вновь. Великолепно. Великолепно, все вместе сочетается просто прекрасно. И у меня есть такой набор Шанель. Ароматы чистый парфюм. В концентрации чистый парфюм. И именно только в парфюме я хорошо слышу бобы тонко в аромате Коко. Коко от Шанель. Вот так он выглядит, такой хорошенький, маленький. Лапочка. Коко. Я не буду его открывать, я перед видео его открыла, очень сложно это все раскручивается. Аромат теплый. Аромат этот для меня исключительно зимний. Вот честно вам говорю, когда нужно согреться чашечкой кофе, какой-то булочкой с корицей, с изюмом. Вот этот аромат это об этом. Сладкий, согревающий, уютный, не побоюсь этого слова. Вот именно в парфюме я это чувствую. В парфюмерной воде, да, она более такая уже на каждый день, на выход. А вот это, это вот такая вот концентрация вот всех уютностей, каких-то прекрасностей. Такой хюги, знаете, хюги во флаконе. Хюги во флаконе. И, конечно, за счет бобов тонко это еще более, еще больше подчеркнуто. Положу сюда. Так, далее у меня... Перейдем к Монталь. Монталь Chocolate Gritty. Это такой уже аромат, ну, тоже, можно сказать, легенда. У меня вообще знакомство с Монталью началось именно с этого аромата. Супер гурманика. Супер сладкий, супер съедобный. А тут все, тут и какао. Тут, знаете, вот такие вот какао, такие бобы, вот как... Ну, семена какао рисуют на фрагрантике такие красивые. Вот здесь это, здесь ваниль, здесь бобы тонко. Здесь вот все вот так, все это жирно так, прям... Ну, вот десерт. Знаете, это такой вот прям десерт съедобный. Вот когда я... Я вчера печенье пекла, кстати. Когда я делала вот это, ну, не тесто, вот эту жидкость для печенья с шоколадом, с какао, вот она пахла как Chocolate Gritty. Это вкусно. Это вот вы об этом говорите, у меня сразу хочется пойти печеньку съесть. И это вот все в аромате. Аромат, знаете, стопроцентного счастья. Именно из детства, когда вообще все классно, все хорошо, тепло, уютно, душевно и море любви. Такой вот аромат. Я знаю, кому-то он нравится, кому-то не нравится. Это все зависит от наших предпочтений. Если вы не боитесь пахнуть вкусным, вкуснейшим печеньем... Почему нет? Почему нет? Этот аромат вам в помощь. Красивый. Красивый и необычный. Так, следующий аромат. Вот в таком у меня мини-формате. Я, конечно, сейчас неправильно прочитаю, сразу вам говорю. Я не знаю французский. Аромат из эксклюзивной линейки Christian Dior. Fivre или Fivre de Lisieux. Ну, я напишу потом все названия. Не знаю, сейчас получится у меня сфокусировать. Камера не фокусируется. Ля-ля. Ну ладно. Я все названия напишу. Все названия напишу потом. И здесь я пошла прям даже про пирамиду посмотрела на фрагранте. Вот этот аромат – это торт. Там и пралине. Там и какао. Какао такие вот зерна большие. Там и бобы тонко. Там и ваниль. Там и молоко. Там и вишня. То есть это вот реальный торт во флаконе. Не мой. Не самый любимый. Для меня не самый желанный. Слишком сладко, слишком приторно. Всего чересчур, на мой взгляд. Хотелось бы кислинки. Хотелось бы чего-то такого, чтобы этот торт немножко подгорчить. Слишком, слишком приторно. Хорошая линейка – это у Диор. Но вот этот аромат совершенно не мой. Но здесь, если вы любите бобы тонко, если любите все вот эти вот гурманские составляющие ароматов, идите туда. Здесь этого предостаточно. Если вы любите линейный такой вот гурманик. Очень такой он гурманский, насыщенный. Ну вот я бы так пахнуть не хотела. Хотя вот такая я противоречивая, потому что манталь мне нравится. А вот это вот как-то для меня не очень. Но, тем не менее, в обзоре показываю. Бобы тонко, там красивые. И перейду вот такой небольшой у меня здесь список. Аромат, который у меня был когда-то. Это Диор Адикт. Диор Адикт классический. Не фланкеры никакие. И вот именно классический Адикт. Обалденно красивый аромат. Зимний. Вот прям вот аромат грелка. И там вот эти сладостные. Бобы тонко, ваниль, почули были очень красивые. Ну, сейчас я сколько... Я помню, очень его любила. У меня был целый флакон. Я с удовольствием его закончила. И недавно я опять хотела его, конечно, себе повторить. Ну, что-то я пошла в магазин, опять его понюхала. Ну, и совсем уже, конечно, не то. Он меня немножко прям даже поддушил. Ну, чересчур. В общем, все это такое проходящее. Но бобы тонко, там, прекрасные. Дальше. Табак и ваниль. Табак и ваниль. И... Теремюглер, я хотела сказать. Томфорд. Ну, это тоже такая классика жанра. У меня этого аромата нет, потому что... Ну, это не моя тема. Очень он... Для меня он очень навязчивый. Очень навязчивый, слишком популярный, может быть. Не знаю. В отличие от черной орхидеи, которую я люблю, которая у меня была когда-то очень давно, и которую я хотела бы еще раз повторить, табака и ваниль совершенно не моя тема. Но, если вы любите ванильно-табачные ароматы, то, пожалуйста, вот там красивый как раз бобы тонко тоже присутствует. А, ну и все. Я так сказала, у меня список. Нет, все остальные уже ароматы, которые я вам показала из моей корзины. Все. Вуаля. На этом все. Бобы тонко, как я уже сказала, они скрашивают всю композицию, делают ее какой-то вот особенной, уютной, теплой, сердечной. Сердечной, вот такой, в хорошем смысле, наверное, доброй. Пишите ваши любимые ароматы с этой нотой. Мне будет приятно вас читать. С вами была Аленка Блок. Пока. Чао-чао. Пока. Пишите ваши любимые ароматы.